давай я сяду я бы хотела писаться так тут какие-то какашки но это нормально а так не солнце прям лицо ничего я буду сейчас смотреть по кадре я не знаю давай давай ну прям солнце сильно неудобно тебе именно не ну я просто волнуюсь за лицо всем привет мы только что приземлились в риме мы начинаем наше мото путешествие мы сейчас собираемся проехать на мотоцикле всю сицилию в общем-то от рима все регионы вниз италии до сицилии переправиться на сицилию сделать огромный круг по сицилии по побережью и обязательно ныргнуть в клуб сицилии мы хотим подняться на вулкан этну и главное что это будет во-первых по байкерски потому что мы едем на байке и у нас есть байкерские куртки и во-вторых это будет очень вкусно потому что мы готовим практически гастрономический тур на вальке вы можете себе представить вот поэтому мне кажется что это будет очень круто всем на блевых путешествий в левых путешествий на побережье очень очень красиво мы еще когда проезжали подъезжали к видит она застукали парочку нечаянно целующихся ребят в машине на смотровой площадке в горах как раз на том амалфийском побережье мне пришла мусор в голову о том что вот любить больше ничего не нужно сделать здесь на этом амалфийском побережье и только любить а на цветные фасады цветов, олегковые рощи и город, встроенный прямо в горе, и морской воздух, и рыба, но очень здесь здорово, и Ситана, уникальнейшее место на карте Италии. Чем дольше вы решите ехать на Сицилию, тем ближе станет Сицилия к материку, ты знала, что она сдвигается. Куда? Ну так, остров Сицилия приближается к материку. А, то есть через пять лет, путешествуя на пароме, сократится в 20 на 20 минут, правильно? Через пять миллионов лет, да. Мне когда-то попалось такое сравнение, да, представьте себе ваш любимый блокбастер, который, вот новая серия блокбастера, которую вы идете в кино и сейчас начнете смотреть это, да, и вот путешествие на машине, на автомобиле, это как смотреть этот фильм в кинотеатре, а путешествие на мотоцикле, это как участвовать в этом фильме, вместе с вашими любимыми героями, в тех местах, про которые идет сюжет. Путешествие на мотоцикле дает вам нереальное ощущение реальности здесь и сейчас, присутствие прямо в эту минуту, потому что это запахи, это температура, это ветер, это скорость, это чувство свободы, это какие-то невероятные эмоции. Первый город, в котором мы остановились и переночевали, был город Калтанисетта. Город находится действительно в центре Сицилии, не замеченный туристами, совершенно зря. Это настоящий фисташковый крем, почему фисташковый, потому что мы находимся на Сицилии, а здесь у подножья вулкана нарастут лучшие фисташки в мире. Круассан с фисташковым кремом, спримута, это свежевыжатый сок из сицилийских апельсинов, обязательно кофе, капучино или кафе натурали, и что есть эспрессо. И вот так вот выглядит настоящий итальянский завтрак. Так завтракает почти каждый день, который нашла век здесь. Музыка 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok И для того, чтобы найти что-то интересное гастрономическое, особенно когда это тебе действительно интересует, нужно всего лишь вернуться, посмотреть, кто находится вокруг тебя, что они едят, почему они это едят. Здесь начинают открывать очень разные, необычные истории, которые в том числе и обогащают это сознание. Субтитры сделал DimaTorzok На несколько этапов, на несколько этапов, я всегда отвечаю за еду. Я отвечаю за маршрут. Получается, что мы совмещаем самые красивые маршруты с самыми вкусными едой. Да, получается, получается, такой симбиоз. Дима Торзок Но это очень классное, удивительное место, которое создала всего лишь одна женщина на основе своей большой любви к Сицилии. Вот и все. Очень здорово. Очень здорово. И нам, кстати, внесли вино. Следующим пунктом по наводке того же Марио из кулинарной школы было производство овечьего сыра, овечьей рикотты Филиппо. Мы решили ни в коем случае не прерывать эту цепочку советов, куда ехать дальше и ей, по-моему, исследовать. Поэтому в 7 или в 6, я не помню, часов утра мы ехали в горы, чтобы посмотреть, как делают рикотту. Посмотреть на этих овец. Овцы очень смешные. У них представьте себе овечку, у которой длиннющий хвост. Ну, как у пса. Знаешь, ладно, что еще только баранку не скручивается. Я напомню эту лисицу. Знаете, овечки с лисичьими хвостами. Да, они такие забавные. Это специальная молочная порода овец. Филиппо. Человек очень-очень такой добряк. Мы знали, что он ни слова не понимает по-то лиски. И мы приехали туда, конечно, с очень небольшим словарным запасом по-итальянски. Пытались друг друга понять. Но когда ситуация доходила до полного абсурда, мы уже друг на друга смотрели и просто хохотали. Просто смеялись, да. Просто единственное, что могло нас спасти в этой ситуации. Поехали. 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 В бак енули 3 килограмма. У меня новость. Вообще очень вкусно, но перекричать невозможно. Пекарина очень вкусная. Пахнет овечьим молоком, а у него совершенно особый запах. Он прям такой сливочный, насыщенный, насыщенный. Очень вкусный, очень вкусный. Пекарина. Мы находимся в море цветущей дикой фасоли. Вот так вот она выглядит. Здесь несколько гектаров. Оно огромное. Со всякими разными пчелками, мушками, муравьями. В общем, это фантастика, ребята. Вот так выглядит дикая фасоль. Когда мы приехали на Сицилию, мы видели, что вулкан пускал такой легкий-легкий-легкий дымочек. Красивенная земля, на которой ничего не растет, потому что она усыпана пеплом. Каждые несколько десятков лет вулкан Этна полностью стирает света земли какую-нибудь деревушку, расположенную на ее склоне. Одни крыши остаются. Да. Но люди с удовольствием, как ни странно, живут в этих деревнях. И, собственно, эти деревни образуют, потому что очень плодородная земля на склонах вулкана Этна. Всем привет. Мы добрались до самой верхней точки острова Сицилия. Это действующий вулкан Этна. Высота вулкана примерно 3,5 километра. Мы сейчас находимся на высоте где-то 2,5 километра. Дальше дороги нет для мотоцикла. Дальше нужно подниматься на фуникулёре. Мы приехали к вечеру, фуникулёр уже не работает. Под нами находится городок Катания, где мы будем ночевать сегодня. Вокруг нас лавовые поля, всё чёрное. Всё похоже на чёрную пензу. Ходить очень тяжело и скользко. В принципе, вулкан действующий. Мы когда заехали на Сицилию, вулкан дымел. Я не знаю, что это было, но дымел. Стоп дыма. Мы надеялись застать стоп дыма ещё раз. Но сейчас вулкан дремлет. Катания. Катания, да. Мы влюбились в Катанию. Да, в Катанию мы поехали, опять же таки, по наводке Марио. Потому что он сказал нам, ну если вы хотите снять рыбный рынок, рыбный базар – это Катания. Это главная достопримечательность. Великолепнейший рыбный рынок. Это прям был пункт, куда мы ехали. За одним из фонтанов на главной площади Катании находится настоящее сокровище. Называется оно «Рыбный рынок в Катании». Это лучший рыбный рынок на всей Сицилии, потому что Катания находится на берегу моря. Мы пойдём сейчас вот в этот уголок. Конечно, будет ещё мясо и овощи и фрукты, но именно рыба является главной на этом рынке. Давай. Удивительное количество всяких моллюсков. От мидий до разного вида вонголе, устрицы. Всё это обязательно подаётся почему-то с петрушкой. На каждом рыбном рынке, на каждой лавке есть огромный петрушки. Посмотри. И это моллюски-убийцы. Они периодически брызгают, и мне остаётся только отходить приблизительно от них. Мясо, колбасы, потроха. Самоследшая работа – это рубцы. Рядышком есть колбасы. Коваллю. Это означает, что это из лошади. Простите. Коваллю. 7,90. Пожалуйста. Это тоже лошадь. Сотина ди Коваллю. 7 евро 40 центов. 90 центов. Они такие как домашние животные. Очень славные и очень вкусные. с маслицем, с травками разными, с чесночком, с лимонным соком. Потом их начиняешь так и ешь с белым вином, с поджаренным кусочком хлеба. С accusations. ПОДПИШИСЬ! Вд�лежит вату и нынешне кто-то не снял. Там мы возьмемся. Вдро. Мы в голове. Вдро. Поросы. Вдро. Корроркий дом. Мне кажется, что у каждого сицилийца всегда есть возможность оставаться ребенком до самых своих последних дней, потому что каждое утро он по традиции может начинать с мороженого. Это гранита, не на сливочной основе мороженое, это почти что-то такой сладкий лед на основе какого-то ингредиента. В данном случае это фисташки, фисташки из бронте и миндаль. Вот такое холодное мороженое они намазывают на кусок бриоши. Вот такая булка. Пахнет, знаешь, как пасхи, наши пасхи. Берут граниту, вот тут вокруг все так едят, серьезно. Намазывают на нее мороженое и едят. Очень странная для нас традиция есть мороженое с утра, но она имеет место быть. И это очень здорово. Мы на Сицилии уже пятый, если не ошибаюсь, день. И все время находимся в каких-то диких поисках каноли. Каноли это трубочки из очень-очень хрустящего теста за счет того, что жарится оно в таком фритюре из свиного жира. За счет этого оно становится хрустящим и с такими как пупырышками. Внутри каноли начиняют рикотты, добавляют туда немножко шоколада, цукаты. И вот она очень такая неровная, неприличная, неидеальная каноли. Мы едим здесь уже второй день. Это крайне вкусно. Мотоциклы у меня в крови. У моего дедушки, который меня воспитал, был мотоцикл Днепр. Я каждый раз мечтал просто о том, чтобы он меня взял с собой на работу. Дух свободы, который дает тебе мотоцикл, он для меня дух протеста, повстанца. Дух против правил, это дух свободы. Есть, в общем-то, разные виды путешествий, но, конечно, одному достаточно скучно. То есть, если одному, то это 2-3 дня путешествия. Ну, до недели это нормально. А потом ты начинаешь разговаривать с мотоциклом, с троликом, с мячиком. Лучше, конечно, путешествовать с красивой девушкой. По поводу путешествий группами. Когда байкеры образуют какие-то клубы, собираются колоннами, там хочешь, не хочешь, нужны правила. Иначе без правил это будет бардах полный. У них есть уставы, у них есть определенные правила. Это противоречит самой сути байкерства для меня. Зачем идти навстречу свободе для того, чтобы потом снова ограничивать себя какими-то рамками. Возможно, я не нашел свой клуб или не создал свой клуб. Интересно сказать еще о планировании и вообще о мото-путешествиях, что это такое. Это не быстро. Если вы хотите быстро, вам лучше купить билет на самолет. В мото-путешествиях все занимает столько времени, сколько это занимает. И вы должны договориться с собой, что смысл и цель мото-путешествий – это весь этот процесс сбора, подготовки, остановок на заправку, остановок на отдых. Вы никогда не знаете, что вас увлечет в дороге. Это может быть запах, это может быть какой-то поворот, это может быть какое-то здание. И вы решите сменить маршрут. Поэтому это очень условно, да. За что мне не нравится эта вся авантюра. Это проверочка на то, как человек ощущает себя здесь и сейчас. Дальше мы поехали на юг, в регион Авола, потому что мы хотели узнать все, что касается вина Неродавала. Вино Неродавала – это, наверное, символ Сицилии. Все знают Неродавала, все знают, что кто-то, если вы что-то знаете о Сицилии, вы точно знаете о Неродавалах. Я скажу так, правильно? Но Андрей был разочарован, если глобально брать с силийскими видами. Я бы сказал, что оно сильной атакой, сильное послевкусие. Давайте поправь дегустируем. Я не могу больше. Останавливайся, Маша, останавливай. Выключи, пожалуйста. Если честно, оно, Машенька, такое втолючее, я даже не ожидал. Вот, честно говоря, три бокала, и меня разнесло вообще. Ваше здоровье. Это было великолепно. Мы забрели в заброшенный сад, где апельсины, где не просто цвели деревья, где не просто апельсины свисали с ветвей, где апельсины были, апельсинами был устелен весь сад, потому что, наверное, их никто там не собирает. Ну, в общем, это было великолепно, вкусно, сицилийские апельсины. Это уникальные апельсины, сицилийские апельсины. Их еще называют bloody oranges, потому что они внутри как кровавые, да, с такими бурыми вкраплениями. Попробуем разрезать, ну и стащим немножечко по-украински. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самое главное, раз в последние 20 минут мы говорим об Италии, и мне кажется, мы могли бы еще говорить и говорить и говорить об Италии, где бы ты ни находился, как мы, например, рванув на Сицилию на байке. В Италии есть знание, которое присуще туристам по всему миру уже по праву путешествования. Это знание называется какая-то бесконечная, какой-то захлеб, любовь к жизни. Да, вот это именно то, ради чего мы все путешествуем в Италию, ради чего мы туда едем. Там получается каким-то чудным образом жить на полной. Ходить с утра на рынке, покупать свежайшие продукты и перемолвиться несколькими словечками, хотя бы по-английски, с тем, кто продает тебе какие-нибудь прекрасные томаты. Или, например, круассаны, завтрак, это очень вкусно. Что-то готовить, пить вино, наслаждаться горным воздухом, танцевать до утра. Да в Италии можно делать все, что угодно. Да, ребята, Италия прекрасна. В ней есть все для путешествий, на байке, на автомобиле, на яхте, пешком. Я бы посоветовал сначала для себя открыть Италию. В полной мере, наверное, и в каждом уголочке этой прекрасной страны. Если бы у нас было сейчас вино, очень по-итальянски, мы бы сделали так. За Италию! Путешествуйте! 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 Субтитры подогнал «Симон»